В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчётный период. Подробности у нашего корреспондента. За прошедшую неделю подразделения пожарной охраны городского округа Люберца совершили 53 выезда по сигналу тревоги. В пяти случаях они боролись с огнём. 1 августа произошёл пожар в складском комплексе по производству и переработке металла. В результате пожара обгорели два ангара на общей площади 1200 квадратных метров. Также обгорели два экскаватора, легковой автомобиль «Шевроле», «Газель», легковой автомобиль «Форд», «Фокус», два погрузчика, один грузовой пресс, легковой автомобиль «Лада» 2115. Также на общей площади 100 квадратных метров дополнительно. Системы жилищно-коммунального хозяйства работали в штатном режиме. Сбоев на сетях электровода и газоснабжений не зафиксировано. Чтобы предстоящий отопительный сезон тоже прошёл безаварийно, в городском округе ведут подготовительные работы. Согласно плану график, который утверждён по городскому округу Люберца, в срок до 15 октября 100% готовность всех коммунальных инженерных инфраструктур. На сегодняшний день в городском округе Люберца у нас жилищный фонд составляет 2199 домов, 82 котельные ЦТП, порядка 284 километров тепловых сетей, 27 ВЗУ, порядка 433 километров сетей водоснабжения, порядка 397 километров сетей водоотведения. Этим летом на территории городского округа Люберца проходит комплексное благоустройство придомовых территорий. По результатам голосования на портале Добродел в шести дворах округа появились современные детские площадки. До 1 сентября развлекательную игровую зону обустроят и на Октябрьском проспекте 3. В рамках программы по модернизации детских игровых площадок запланирована работа на 16 дворовых территориях. На сегодня выполнена работа по устройству основания на всех адресах. Произведен монтаж малых архитектурных форм уже на пяти адресах. Установлено ограждение вокруг детских площадок на восьми адресах. После монтажа всех малых архитектурных форм будет уложено новое резиновое покрытие. В проделанной работе отчитались представители управлений дорожного хозяйства и транспорта. Также участникам совещания доложили, какие обращения поступивших от жителей были отработаны на прошлой неделе.